Буквально через пару минут на набережной Цесаревича пришвартуется шхуна, на борту которой не вип-персоны, а обычные труженики моря. Моряки говорят о том, что некая компания не выплачивает им заработную плату. В этом вопросе мы решили разобраться лично. Одиссей, как и его небольшая команда, повидали на своем веку многое. Не первый раз владелец судна и его команда встречаются с недобросовестными фрахтовщиками. Но в этот раз цена вопроса 600 тысяч рублей. Руслан Самарин рассказывает детективную историю о том, что его шхуну больше месяца держали в порту Большого Камня, где с его Одиссея выполняли работы по очистке плавдока «Паллада». Руслан смог вырваться с шхуной в море только 9 декабря. Хотел убежать, но бомбоновое ограждение подняли и все. И сказал он мне открытием текстом, сказал, мы тебя пока с себя не сделаем работы, мы тебя никуда не выпустим. А на твой договор, с которым у тебя с зарубинской базой флота, нам вообще по барабану, заработать на свою голову. Вы сожалеете? Так как ни сожалею, как бы уже просто обменять вот так в этой жизни уже нет. Пока его судно удерживали в порту, Руслан просрочил договор с зарубинской базой флота, по которому он должен был выловить рыбу не менее чем на 40 тонн. В итоге компания понесла по его вине убытки, да и сам владелец шхуны и его команда остались без работы и денег. Были когда моменты, когда деньги не выплачивали, ну не такие суммы, ну как-то разбирались, как бы, ну сам разбирался или просто махал рукой на все это. А сейчас, ну просто надоело это все, как бы, спускать это все, они так и будут. Ну меня не кинули, потом еще других кинули, да и этого кого-то кинули. То есть до него, до человека не доходит, как бы, что нужно жить по-другому. По словам Руслана Самарина и его команды, вернуть деньги пытаются не они одни. Таких моряков около сотни. Сегодня Руслан вновь решил связаться с компанией ООО «Гидротехника», которая фрактовала судно. А значит и задолжала морякам более полумиллиона рублей. Если мы договорились о месяце работы, я простоял два с половиной. Я не понимаю, почему тогда вы все вместе не скооперировались и все вместе не написали бы общее заявление, чтобы был подтверждающий документ. А есть заявление, у меня, вернее, и человек чуть не погиб отсюда, он упал за борт. Его просто обвинили, что он пьяный. Это было не так? Это было не так, да. Человек реально чуть не утонул, не погиб. Он там с перфоратором. Просто достали его там за ноги, еле-еле. Доведенные до ручки моряки решили все же скоординировать свои действия и обратиться в вышестоящие инстанции. Для начала в полицию и прокуратуру. Надежда Арсеньева, Платон Волков, Панорама. Аренды судов с него работают.